ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Первые минуты ваша главная задача создавать условия для врагов на карте, блокируя пути к отступлению. Чтобы отрезать соперника от желаемой стороны, нужно прицелиться фиссурой в определенную часть его модельки. То есть, если мы хотим, чтобы враг остался по правую сторону от фиссуры, то целимся в левую от центра часть модельки героя, по левую наоборот и так далее. Имея удобный угол, сделать это нетрудно, но подобным фокусом нужно владеть в совершенстве. Сразу вставим пару слов про предметы, чтобы потом больше не возвращаться к этому вопросу. Стартовый инвентарь у шейкера роумера всегда включает в себя сапог и три кларити. По желанию можно обзавестись смоуком и попытаться убить курьера или телепортом, чтобы предотвратить установку вардов саппортами врага. Билд шейкера саппорта варьируется от количества заработанных им денег. Если выходить за рамки одноворотных игр, то, как правило, приходится довольствоваться арканами или, если не пошло начало, транквилами, блинком и форстафом. В противном случае можете дать волю своей фантазии или пересмотреть предыдущий ролик про шейкера, в котором особое внимание было уделено и темордору. Во время драфта не стоит чатиться с корешами или орать с мемасов в альтабе. Лучше посвятите отпущенное вам время изучению пика врага и построению маршрута своего героя. Оцените возможность оказания давления на руны до нулевой минуты и постарайтесь принять правильное решение. В большинстве случаев можно просто занять позицию на горке, гарантировав таким образом своему мидеру прикрытие тыла. Иногда можно даже подраться за вражескую баунти руну, только если это позволяет пик соперника, конечно. Разменивать руну на фб не самая лучшая идея. Из этой же позиции удобно подрезать курьера, но не забывайте использовать смоук. Начать игру шейкер-четверка может и другими способами. Например, заблокировав путь к репам в центре или на сложной линии, облегчая старт для второй и третьей позиции соответственно. Любой роумер, начиная новую игру, старается правильно проанализировать ситуацию и решить, где проще оказать давление. В случае с шейкером это может быть абсолютно любая линия. Самое главное — понять, на какой линии существует потенциал и прийти туда. Будь это оффлейн, центральная линия, где стоит герой, который не имеет эскейпа. Или легкая, где, как правило, оказать помощь легче всего. Необходимым и достаточным условием является удобное состояние линии, то есть когда хардлейнер врага далеко от своей вышки. Бывает, что загангать кого бы то ни было в игре очень сложно. Подобная ситуация может обуславливаться разными причинами, начиная от проигранного драфта и заканчивая ошибками игроков. Профессионалы в таких случаях сосредотачивают свое внимание на контроле рун и стаках нейтральных лагерей. Положив пару фиссур в центре, чтобы хоть как-то помочь миру клавнелегкой борьбе с Queen of Pain, GH отправляется стакать нейтралов, после чего забирает свою баунти-руну и бежит в направлении вражеской, попутно подбирая руну регенерации и отрезая путь фиссуры саппорту врага. Перед другими саппортами на карте у Шейкера есть ряд преимуществ, которые позволяют ему эффективно контролировать руны. Снова повторюсь и скажу. Перемещаясь по карте, не забывайте по возможности стакать нейтралов. Ближе к мидгейму кто-то из ваших игроков может освободить плайн и дать вам возможность заработать золото и опыт. При этом он очень обрадуется, если убедит стаки нейтралов. В противном случае вы и сами будете способны эти стаки зафармить, когда достаточно прокачаясь и афтершок. Шейкер четвертой позиции на первом уровне, как вы уже догадались, обязательно берет фиссуру. На втором и третьем тотем и афтершок соответственно. Дальше прокачка варьируется от поставленных перед героем церей. Прокаченная фиссура — отличный инструмент для нанесения урона и дизейбла врагов с безопасного расстояния. Однако, если есть пространство для фарма, то фиссура прокачивается параллельно с афтершоком. GH в таком случае, помимо транквилтапок, покупает еще и виндлейс, который позволяет быстрее добраться до центра драки и использовать эхо-слэм. Древо талантов шейкера саппорта не отличается от того же древа шейкера второй или третьей позиции. Разве что на десятом уровне иногда есть смысл взять увеличение монопула, когда вы не покупаете арканы или соулринг. Одна из важнейших вещей, которую нужно понимать, играя на таких персонажах, как саппорт шейкер, это умение скрытно передвигаться по карте и не показываться лишний раз на глаза врагу. Именно по этой причине так популярен Shadow Blade, и не потому, что он дает урон и скорость атаки, хотя это тоже приятно. Покажись, GH, хоть на долю секунды при осаде базы Ньюби на второй карте финала The International, он тут же стал бы целью с главным приоритетом для атаки. Когда происходит нечто подобное, шейкер не может выбрать угол для фиссуры или момент для эхо-слэма. Он вынужден спасаться. К тому же шейкер четвертой позиции не такой крепкий, как другие герои, и его убить значительно проще. Держаться в тени нужно не только при осаде базы или перед стычкой в рошпите, а вообще всегда. В отличие от кор персонажей, шейкеру четверки не нужно постоянно толкать линии и фармить на них. За него это делают первая, вторая и третья позиции. В моменты, когда соперник не видит шейкера, каждый раз, выходя на линию фармить, он подвергает себя чудовищному риску. Эта идея вообще является базовой для любого героя, способного создавать условия для фрагов. Стоит Сенткингу хоть на миллиметр зайти дальше, чем положено, как его тут же скручивают. После предыдущего ролика попробовали поиграть на шейкере в центре или в сложный и уже наловчились попадать фиссурами? Что ж, прекрасно, ибо и шейкерам четвертой позиции нужно по возможности цеплять фиссурами нескольких героев и выжидать удачный момент для Эхо Слэма. GH использует фиссуру после вакуума Дарксира, попадая по двум героям и позволяя Джиггернауту Ильичу дать свои скиллы. То же самое происходит и в решающем моменте последней карты финала TI-7. GH не видит, кто бьет Рошана и сколько там юнитов, поэтому не торопится с прокастом. Убедившись, что его Эхо Слэм зацепит как минимум двух героев, он врывается и ставит жирную точку в матче против Ньюбит. Скоро выйдет новый патч, и я искренне надеюсь, что шейкеры не занерфят уж слишком сильно, ведь он делает доту красочной и зрелищной. В любом случае, если он и потерпит какие-то изменения, все равно его геймплей как на ключевых, так и на ровом позициях останется прежним. Мне больше нечего добавить, а значит пора прощаться. Не забывайте подписываться на канал и ставить ролику лайк. Свои идеи и пожелания отправляйте мне в социальных сетях. Удачных вам игр, с вами был Форс, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok